Дорогие мои зрители, представляю вам Марину Литвиненко, вдову Александра Литвиненко. И сейчас мы и поговорим о политике как раз, и как она затронула вашу семью. Ну, я хочу сказать, что мой пример абсолютно человеческий, но говорится о том, что ни один человек не застрахован в этой жизни ни от чего. Конечно, у меня рисков было гораздо больше, связанных с Сашиной профессией, и не только с его профессией, но и с его гражданской позицией. Потому что если говорить о том, что он стал известен не только когда его так убили, и он умер в 2006 году, а если говорить о первой его такой известности, это был год 1998, когда он и ряд его сотрудников вышли на пресс-конференцию и открыто заявили о том, что органы Федеральной службы безопасности становятся не теми органами, которые защищают граждана, а от которых скоро надо будет этих граждан защищать. Но в 1998 году в это мало кто поверил. Либо это была еще эйфория 1991 года, либо казалось, что возврата к прошлому больше не будет. Но в тот момент Саша пытался предупредить, что мы находимся у очень серьезной черты. И сейчас, когда мы находимся уже в 2017 году, мы понимаем, что его предупреждение было очень важным. Но все то, что случилось с нами в Англии, в Лондоне в 2006 году, я рассматриваю не только как политическую историю, но и общечеловеческую. Потому что я никогда не участвовала ни в каких политических движениях. Я старалась поддерживать мужа в том, что он начинал, будучи его женой и, получается, соратницей. Но я никогда не думала, что я смогу его заменить, что я смогу заниматься или захочу этим заниматься когда-либо. Но то, что произошло, оно заставило меня изменить свои позиции и стать, может быть, не политически активной, но человечески активной. И показать, что в своем стремлении защитить своего собственного мужа ты можешь достичь вот таких результатов. И ведь это такая редкость. Вот, чтобы жена была единомышленницей еще, правда, и во всем поддерживала. Ну, для меня это не редкость. Я, на мой взгляд, и когда мне вот говорят такие слова, для меня это странно, потому что мне кажется, это важно, когда человек делает свой выбор. Я имею в виду в данном случае, когда я выходила замуж за Сашу, я его принимала полным, вот в том объеме, в каком он есть. И поэтому даже то, что мне казалось было страшным и сложно согласиться, его вот эта открытость, его критика. И опять я принимала Сашу таким человеком. И сказать мне, Саша, ты молчи, или наоборот, не делай этого, я не могла, потому что это был бы тогда другой Саша. И когда его не стало, я поняла, что для людей было очень важно и в Англии, где это произошло, и в России, откуда мы сами, понять, кто же на самом деле Саша, что это за человек, почему это с нами случилось. И это было бы неправильно, если бы я сказала, нет, я не хочу ничего делать, я хочу спокойной жизни, потому что я бы просто не смогла спокойно жить до конца, я не знаю, сколько этих дней мне отведено. А самое главное, что у нас общий сын Анатолий, который в тот момент был очень еще ранним возрастом, был 12 лет, но это уже тот возраст, который называют критическим, потому что происходит формирование и характера, и взглядов. И я не могла предать память отца в его глазах. То есть я хотела, чтобы Анатолий понимал, кто его отец, что с нами случилось, и чтобы он тоже продолжал жить, с представлением о своем отце. А что произошло вот с вашим мужем? Все-таки он был рядовым сотрудником спецслужб, он выполнял приказы и так далее. Почему он так поменялся, что на него повлияло? Ну, я скажу одну вещь, что Саша начал служить Отечеству, я это подчеркиваю, потому что это действительно, наверное, он в какой-то степени был идеалистом, но это на самом деле так. Он служил Отечеству, и он происходил из семьи потомственных военных, и он показывал мне историю своей семьи, которая уходит глубоко 200 лет назад, потому что его семья происходила из казаков, которые получили землю на Северном Кавказе, если можно так говорить, что он родом из Нальчика, и поэтому для него служить Отечеству, это было как бы нормальным. Он ушел в армию в 17 лет, то есть когда еще даже не был его призывной возраст. Вот он ушел в 17 лет, и начиная с 17 лет он находился на службе. И в 91-м году, я не буду перечислять весь его послужной список, но это как бы был определенный карьерный рост. И только в 91-м году, когда произошел ПУЧ, после которого произошла реконструкция силовых органов, он оказался в системе, которая тогда уже была не КГБ, но еще не стала ФСБ. Если люди, кто интересуется историей этой системы, знают, какие были разные переименования. И он сразу начал служить в отделе экономической безопасности, поэтому он никогда не имел отношения к никаким репрессивным органам, он никогда не занимался борьбой с инакомыслием, то есть это все происходило в рамках работы, борьбы с преступностью, вот что для него. И он это оценивал как очень важным моментом, потому что он видел реальные дела и видел реальную помощь. В связи с этим происходил, как я говорю, его карьерный рост, он был одним из самых молодых подполковников, и это было не потому, что у него были родители, у него были покровители, а это действительно было достижение его дел. И когда мы уже с ним познакомились, я очень многие эти дела и слышала, и видела. Но в какой-то момент наступило противоречие. То есть та коррумпированность, о которой он говорил в 1998 году, уже на этапе раннем, где-то за два года до этого, он понимал, что он не может вести ни расследования, он не может наказывать преступников, которые действительно заслуживали наказания, потому что они имели покровителей, и эти покровители были его генералы. И его выступления, они были исключительно внутреннего такого порядка. То есть вот это вот... На тот момент он не был диссидентом, но уже внутреннее противоречие возникало. И вот этот вот итоговый момент на тот период, в 1998 год, когда он вышел на эту пресс-конференцию, действительно был беспрецедентный момент. И когда сотрудники спецслужбы говорят о том, что происходит в их системе, не просто говорят, а критикуют. И этот случай считается одним из первых, когда людям позволили себе пойти против системы. И поэтому говорить о том, что с Сашей случилось, я думаю, что здесь произошло слияние того идеалиста Саши, который действительно думал, что он работает на свое отечество, и на противостояние с той коррупционной системой, которая захватила это отечество. То есть это один из первых примеров противостояния и борьбы за то, что должно быть в этом отечестве. Наверняка он получал угрозы в свой адрес, когда жил в Лондоне тоже. Ну, во-первых, наш отъезд, он действительно случился только за того, что Саша понял, что угроза жизни не только его, но в первую очередь его семье, мне и нашему сыну, потому что это так и было сказано, что если ты уйдешь от ответа, то за это будет отвечать твой сын. И с этим он уже никак не мог согласиться. И наш отъезд, это было исключительно не его желание спасти свою собственную жизнь, а желание спасти его семью. Но это было абсолютно правильное решение, однако его и там достали. Ну вот я хочу сказать, что наша история, начиная с 98-го года, с его выходом на пресс-конференцию, с его арестом в 99-м году, это все то, что предвещало то, что происходит сейчас. То есть многие вещи, которые происходят в отношении оппозиционеров Навального, людей, культуры с их обысками, с угрозами, мы все это прошли еще тогда. Но это был такой единичный случай, и потом не все понимали, что это просто калька, которую будут пользоваться в дальнейшем. Опять, никто не хотел слышать, что возможен возврат к прошлому, а больше еще ухудшение даже того, что могло быть. И поэтому, когда вы задали вопрос, были ли угрозы, конечно, Саша все время ощущал ответственность, даже находясь в Англии. Но, получив политическое убежище, казалось, что ты все-таки защищен, и что такие вещи, как отравление радиоактивным полоним, никто не мог предусмотреть. А другие акции против себя он думал, как профессионал он сможет предвидеть. И во многом он чувствовал себя ответственным за жизни других людей, которые оказались в Лондоне точно так же, как политические беженцы. И он всегда считал, что он не первый в списке на уничтожение. Он знал, что эти люди будут всегда целью этого режима. Таким был Борис Березовский, таким остается Ахмед Закаев. Но он не думал, что это он будет тоже в этом списке. Вернее, что он в этом списке знал, но он не думал, что он будет первый. Он умирал ведь очень долго и мучительно, да? Вся эта история вызвала очень много споров, потому что после того, как была обнаружена радиоактивная полония, начали высказывания такие, что это был акт устрашения, что это было показать, мы такие крутые, что мы можем воспользоваться радиоактивным материалом. Я с этим не соглашусь, потому что никто не хотел, чтобы радиоактивная полония была обнаружена. И я не могу сказать, что это стопроцентная уверенность, что Саша — это первый случай, когда был обнаружен радиоактивная полония, но не первый случай, когда он был использован. И я думаю, что как о роде убийства те люди, которым воспользовались, они надеялись, что они могут пользоваться еще и еще. Потому что должна была быть необъяснимая смерть по непонятным причинам. Потому что, находясь в госпитале, Саша почти больше 10 дней, около двух недель, он не был диагностирован. То есть люди понимали, что происходит что-то странное, но не могли понять, почему. И буквально это уникальный случай, когда полония была обнаружена. А еще то, что Саша был очень здоров физически, он выдержал эту пытку, 23 дня. Потому что, думаю, по планам людей, которые его убивали, он должен был умереть на третий, на четвертый день. Была бы констатация, что unexplained, как это говорится, необъяснимая смерть. Подозрения могли бы падать сразу же на близкое окружение. Как только Саша умер, сразу же появились сообщения в русской прессе. Вот, давайте мы вам там выдадим, потому что уже имя Лугового называлось, в качестве подозреваемого, но это не было еще сказано после следствия. Но мы давайте сделаем такой обмен, вы нам вышли Теберезовского, мы вам вышли Лугового. То есть вот такие вот начались разговоры. А если бы еще и полония не был бы обнаружен, то это дало бы больше возможности людям спекулировать на тему смерти. О чем вы с ним вот эти 23 дня разговаривали? Ну, во-первых, до тех пор, пока Саша не был диагностирован с радиоактивным заражением, я хочу сказать, что полония была обнаружена уже практически в день Сашины смерти. Поэтому он сам никогда не знал, что он умер от полония. Где-то на 17-й день было впервые сказано, что да, это отравление, и впервые только началось уголовное расследование. До этого вообще этого еще не было, ничего известно. Поэтому мы пытались говорить о нашей жизни, мы не говорили ни в коем случае о смерти, мы говорили о том, что когда-то Саша обязательно выздоровеет. И самое страшное, что с первого же дня отравления у него были поражены практически все слизистые пути, он практически не мог ни есть, ни пить, поэтому он потерял очень много веса, и он действительно не мог просто есть. И он говорил о том, что, наверное, когда он получит возможность есть, он вернется домой, и он будет есть ананас, вот такой холодный, который я так порежу, положу в холодильник, и вот это вот у него такая была мечта. Конечно же, мы говорили о сыне, он говорил с друзьями, которые навещали его, один из самых близких друзей, Ахмед Закаев, который был с ним практически каждый день. Это были и через какой-то период времени и Борис Березовский, который тоже с трудом мог поверить, что с Сашей происходит что-то страшное. То есть практически две недели никто не мог в это поверить. Но когда наступила вот эта вот ясность, что Сашу отравили, и было подключено следствие, и сразу же это была не локальная полиция, локальная начинала, это был Скотланд-Ярд, то Саша уже практически уходил, в том смысле, что каждый день его состояние ухудшалось так заметно и так сильно, что это было вообще трудно себе представить, что так бывает. И его задача была дать как можно больше информации полицейским. Это был один из самых сильных и удивительных моментов, который потряс и самих полицейских. Потому что они видели, как трудно им удается вообще говорить. Но то, с какой детальностью, с какой конкретностью он мог это все дать, это во многом определило ход следствия в дальнейшем. Когда говорят о том, что это беспрецедентное расследование, потому что расследование убийства происходит на показаниях убитого. И, конечно, самые последние слова, которые я слышала от Саши, это было о том, что когда я уходила, мы сменялись с его отцом, который приехал на последние два дня Сашиной жизни. Я была целый день в госпитале, вечером я уходила, потому что у нас все-таки оставался сын, который ждал меня дома. И когда однажды я... Саша был уже очень-очень слабый, но я даже не могла подумать, что это, может быть, последний наш с ним разговор. И я просто сказала, что Саша, я ухожу, но я вот завтра буду утром. И он очень-очень грустно мне улыбнулся, так грустно-грустно. Я сказала, Саша, ну ты не переживай, я же вернусь завтра. Он мне сказал, Алиночка, я тебя так люблю. Я пыталась пошутить, сказала ему, ну, знаешь, это так приятно слышать от тебя, потому что раньше он мне это говорил практически каждый день, а во время болезни, естественно, об этом было тяжело говорить. Я сказала, я очень тоже тебя люблю, и до завтра. Но в ночь случился приступ, у него остановилось сердце, была подключена реанимация, и следующий свой день он находился под субхот-машин, и, конечно, мы разговаривать не могли, у нас не было диалога, у нас был просто монолог, когда я с ним разговаривала, и я была убеждена, что он меня слышит. После того, что вы пережили, вот каково ваше отношение к власти в России, к заказчикам, к обществу, к исполнителям. Ну, я остаюсь же российской гражданкой, и у меня нет ненависти к тому государству, в котором я родилась, но я пытаюсь всегда и в своих разговорах, и в интервью отделить Россию от той власти, которая существует. Это очень важно понять, потому что власть пользуется этим, что ее ассоциируют с Россией, и поэтому те уступки, которые она получает, это уступки России, той стране, которую во всем мире уважают и любят. Людям я могу только посочувствовать, потому что, живя 17 лет при этом режиме, они потеряли так много возможностей, а главное, они теряют будущее своих детей. И вот об этом нужно задуматься, не о том, что вам сейчас хорошо, а то, что вашим детям будет очень плохо. Эта стабильность, о которой пытаются говорить и внушить все, это обман, это шантаж. Вы дружите с Ахмедом Закаевым? Да. И о чем вы, вот, что вас объединяет, кроме вот этой истории, может быть, да? Нас объединила не эта история, нас объединило то, что и Ахмед, и мы, наша семья, оказались условно в другой стране, не в той, в которой мы хотели бы жить. А у чеченцев это вообще очень сильное чувство, они просто, как бы сказать, они к земле. То есть мы можем где-то существовать в другой европейской культуре, а у них существует даже не мусульманская культура, а именно своя чеченская, они люди на земле. И когда так получилось, что Саша с Ахмедом познакомились, это был очень интересный контакт, потому что это оказалось два человека, которые в один и тот же момент были по разной части, вот именно если говорить о чеченской войне. И они не испытывали друг к другу ни подозрений, никаких ни злоба, ни ненависти, они просто разговаривали о том, что на самом деле происходило. И это было интересно и для Ахмеда, и было интересно для Саши. А потом, когда Ахмед выбирал место, где бы он хотел привезти свою семью в Лондоне жить, он приехал туда, где мы уже жили с Сашей. И он говорит, что по такой чеченской традиции, если ты хочешь выбрать место, где ты хочешь жить, ты сначала выбери себе соседей. Так мы оказались соседями и очень близкими друг к другу людьми, потому что это было не на политической основе, а на общечеловеческой, так как и до сих пор я общаюсь и с его семьей, и с его детьми, и с его женой. И считаю, что это очень большое значение для сохранения памяти Саши, потому что все, что с нами случилось, оно во многом отразилось на всех. И сказалось, как и семья Ахмеда это переживала. Я помню Сашину отношения к тому, что происходило в Чечне, и он говорил, пусть я останусь тем последним русским, кому чеченцы будут продолжать верить. То есть он верил в то, что мир и дружба между русскими и чеченцами может и должна быть, как тот русский, который вырос на Северном Кавказе. Как изменилась Ваша жизнь после смерти мужа? И чувствуете ли Вы себя сейчас в безопасности? Ну, безопасность — это понятие очень растяжимое, но во всяком случае в отношении себя я не чувствовала никаких преследований. То, что я делаю, я считаю, что опять это делает любая любящая жена, которая считает, что ее мужа убили, и она хочет добиться правды. То есть я не вижу ничего такого экстраординарного в своих поступках. Изменилась она, конечно, потому что я стала более публичным человеком, к чему я никогда не стремилась и не собиралась, но это было то, что я обещала делать Саше. Когда он мне сказал в госпитале, Марина, что ты будешь давать интервью и будешь разговаривать с людьми, потому что они должны знать, что с нами произошло, я ему это пообещала. Что бы Вы хотели сказать вот обществу русскому, помимо всего того, что уже было сказано, может быть, предупредить о чем-то еще? Ну, я уже, по-моему, самое главное донесла о том, что то, что Саша пытался предупредить еще в 98-м году, что приходит очень страшная сила, и Россия окажется под управлением этого, и что с этим режимом теряются вообще какие-либо идеологические принципы, потому что главная идеология это идеология денег, и что любой человек, который встанет на пути этой власти и возможности зарабатывать эти деньги будет сметен. И это страшно. Но самое страшное, что наступает угроза не только самой России, то, что Саша пытался предупредить, а во многом мировому сообществу, потому что как раковую опухоль дает метастазы, так этот режим влияет на демократию и на другие страны через способ коррумпирования и воздействия, потому что в цивилизованном мире кажется, что ты общаешься на уровне президентства, на уровне премьер-министра с людьми, которых можно назвать государственники, а в данном случае получается, что ты общаешься с преступниками, и ты идешь на поводу у этого преступного сообщества, и это очень страшно. И мне кажется, люди, которые верят в свою страну и которые хотят, чтобы их дети жили в нормальной цивилизованной стране, должны это понять как можно быстрее. Спасибо.